Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни бывал на балетном спектакле. Ведь это искусство, которое на протяжении многих веков находит своего зрителя. А красота, пластика и грациозность никогда не устареют. И этому есть подтверждение. Талантливая балерина, заслуженная артистка Бернара Кореева, 28 января отметила свой юбилей в стенах родного театра имени Алишера Наваи. Сегодня свое 85-летие отмечает народная артистка балета, заслуженная артистка Узбекистана Бернара Кореева. В ее честь в Большом театре имени Алишера Наваи состоялся торжественный вечер. Также, к сведению, стоит отметить, что с 1994 по 2002 год она была художественным руководителем и директором этого театра. Торжественный вечер посвятили легендарной звезде балетного искусства, которая всю свою жизнь отдала творчеству. Балерину тепло поздравили с 85-летия. Подготовили фильм про ее жизнь и творчество. Пели оперные партии. Ну а Андрес Лиепа сердечно поздравил балерину и в подарок поставил спектакль. Море цветов и признание не только зрителей и близких людей, но и, конечно же, коллег, безусловно, заслужено. Ведь она является той путеводной звездой, тем примером, на который можно и нужно равняться. Бернара Кореева побеседовала с нашей съемочной группой. На этой сцене я прожила много-много жизней своих героинь. Надо, чтобы принимали тех, которые действительно отдают душу. Это профессия просто каторжная. Несмотря на то, что мне столько лет, я все равно занимаюсь. Надо так любить свою профессию, чтобы в 85 лет продолжать свое дело. Мне очень бы хотелось, чтобы после меня балет жил. Мы достигли таких успехов. Не надо об этом забывать, с каким трудом мы достигли этого звания «Большой театр». Мне было очень приятно сегодня увидеть полный зал людей, которые помнят. Государственный Академический Большой театр имени Алишера Наваи впитал в себя все богатство национального и мирового классического наследия. В его стенах творят настоящие таланты. И ярким примером является виновница торжества. А мы пожелаем балерине крепкого здоровья, отличного настроения и долгих лет жизни.